Главный символ предстоящей зимней Олимпиады с космодрома провожали с размахом. Факел стал негласным членом космического экипажа. Пожалуй, самый волнующий для всех вопрос о судьбе факела. Как долетит, как закреплен. Место мы ему, конечно, найдем достойное, соответствующее, потому что все мы понимаем и к этому относимся ответственно, что все-таки факел является символом. И поэтому с ним нужно обращаться, но с определенным, так сказать, уважением и даже трепетно. Путешествие Олимпийского факела на орбиту короткое, меньше недели. Однако сама космическая миссия масштабная. Экипаж проведет на орбите почти 50 экспериментов. Встретит несколько грузовых кораблей. Один из них удалось посмотреть еще на Земле. Мы его будем разгружать. Там очень много всего будет. Там эксперимент, капля. Это такая большая установка, тяжелая, которая там с трудом поместится. Но она поместится. Вот еще, значит, там эти телескопы там будут крупного и мелкого разрешения, которые должны будут потом установлены в открытом космосе снаружи станции. Встречать на орбите предстоит и американские корабли. Главным для этого будет инженер НАСА, астронавт Рик Мастракио. На российском корабле еще не летал, но в космос отправляется уже в третий раз. Кроме научных экспериментов, перед ним стоит задача дооборудовать американский сегмент МКС. Работы как на станции, так и за ее пределами. За шесть месяцев экспедиции на космическую станцию нам предстоит принять два американских корабля. В декабре это будет Сигнус, а в марте следующего года транспортный корабль SpaceX. Провожают космонавтов многочисленные родственники. В такой день и сильным покорителям высот хочется домашнего тепла. Михаилу Тюрину, командиру российского корабля «Союз», проще. Его дочь пошла по стопам отца. Работает инструктором в Центре подготовки космонавтов. Да, она работает ЦПК, она инструктор, и она здесь находится в командировке. И это практически никак не связано с нашими родственными отношениями. У нее своя работа, у меня своя. Ну, встречаемся иногда, конечно, не без этого. Так же, как и с остальными инструкторами. Пожалуй, самая многочисленная делегация из страны восходящего солнца. Гости из Японии воспринимают этот олимпийский старт как свой праздник. Астронавт японского космического агентства Каичи Ваката станет первым японским астронавтом, который возглавит международную станцию. После того, как кресло командира освободит Олег Котов. Это подтверждение того, что у нас самая настоящая, серьезная, международная космическая программа. Каичи Ваката, как и в прошлые полеты, собирается проводить любопытные цирковые эксперименты. Перетягивание канатов, бессомости, ковер, самолет. А там и до сапог скороходов и скатерти-самобранки недалеко. Словом, все для того, чтобы молодежь Японии больше интересовалась космосом. У нас будет научный эксперимент с маленькими японскими рыбками Медака. В японском модуле Кибо будем проводить медицинские эксперименты на костной ткани и профилактике остеопороза в невесомости. Международный экипаж, три языка общения, разные страны и разный менталитет. Но одна космическая миссия. Поэтому все учат и русский, и английский. И даже стараются говорить на японском языке. Может быть, космос еще и по-японски заговорит? Почему нет? В канун старта традиционное напутственное чаепитие. Возможность пообщаться в тесном кругу. Глава Роскосмоса Олег Остапенко интересуется настроением экипажа. Отмечает, каждый старт и каждая ракета для него как родные. Однако этот экипаж как талисман. Первый в его новой должности. И космонавты, и ракета, особенно в завершающей стадии, это как единое целое. Они сживаются. Я уже говорил и буду повторять, что ракета – это живой организм. И когда космонавты находятся на борту, это единое целое. Осмотреть ракету по традиции. Сказать спасибо всем, кто готовил этот старт. Этот союз заметно радует своим необычным видом. К счастью, она необычная только снаружи. А внутри она все, что надо. Она осталась такой же надежной, как и была. 1811 пуск этой ракеты. Олимпийская символика на ракете, на космическом корабле, на обтекателе. И даже стартовики. Стартовый расчет теперь тоже решил приобщиться к олимпийскому движению. Они украсили свое самое главное рабочее место – стартовую площадку олимпийскими кольцами. Это «Гагаринский старт», площадка номер один. И теперь она тоже приобщена к олимпийской эстафете. Для Анатолия Федоровича Рудакова это крайний пуск. Первый прокидает свой перископ. Именно он на протяжении многих лет руководил стартом ракеты. Именно он произносил то заветное слово «пуск». Олимпийский – это только ракета разукрашенная. Мы относимся так же, как и к любому пуску с расчетом, с экипажем. Для нас главное, чтобы экипаж стартовал успешно и вышел на орбиту. Финишная прямая – это уже дорога к старту. Впервые космонавты идут по ней с олимпийским факелом. Впервые символ Олимпиады отправляется на такие высоты. С такой скоростью он еще не летал. На таких высотах не бывал. Не говоря уже о выходе в открытый космос. Космическая эстафета в самом разгаре. Всевозможные рекорды эта эстафета уже покорила. Быстрее, выше, сильнее – это как раз про эту космическую эстафету. Теперь остается надеяться, что в феврале будущего года наша олимпийская сборная достигнет таких же высот в своем спортивном покорении. На пути у символа Олимпиады космическая трасса с препятствиями. Перегрузки, вращение и невесомость. Поэтому факел летит без огня. Зажигать его в космосе невозможно. Главное для олимпийского факела – достичь космических высот в буквальном смысле слова и подарить уверенную победу нашим олимпийцам.